Безопасность движения на ЖД-переездах тема актуальная не только для России, но и для большинства промышленно развитых стран. Объекты железнодорожной инфраструктуры характеризуются простоями автотранспорта и дорожно-транспортными происшествиями. В том числе и с особо тяжкими последствиями. Как предотвратить несчастные случаи? Именно об этом мы поговорим сегодня в эфире программы «По существу». У нас в гостях Александр Черемнов, заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению. Александр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Российские железные дороги проводят месячник «Внимание. Переезд». В связи с чем принять такое решение, каковы задачи, главные цели, проводим акции. Ну, во-первых, этот месячник объявлен неспроста. Да, ситуация на железнодорожных переездах, она складывается крайне неудовлетворительно в этом году. В целом по сети железных дорог уже допущено 149 случаев ДТП на железнодорожных переездах, которых пострадал 151 человек. Из них 33 погибли. Не лучшим образом ситуация складывается и по Казанскому территориальному управлению, в состав которого входит 5 субъектов, или на территории которого расположено 5 субъектов, если правильно сказать, это Республика Татарстан, Республика Чувашия, Республика Морел, Кировская область и Республика Мордовия. За период этого года уже допущено 7 дорожно-транспортных происшествий на Казанском территориальном управлении, в том числе 2 из них допущены на территории Чувашской республики. Чтобы привлечь внимание водителей, провести дополнительную профилактическую работу с водителями транспортных средств, как государственных предприятий, частных предприятий, так и просто с физическими лицами, компания «Российские железные дороги» приняла решение провести это мероприятие, месячник, внимание, переезд, для того, чтобы поднять остроту этого вопроса в более широких кругах. Поэтому я и здесь сегодня в студии нахожусь, для того, чтобы использовать эту площадку и обратиться ко всем водителям, правильно вести себя при проезде с дорожных переездов и соблюдать, во-первых, правила, те, которые для всех для нас написаны. Я тоже являюсь водителем в своем роде. Давайте немножко поговорим о комплексе профилактических мероприятий в рамках месячника, то есть вот какие проводятся и так далее. Ну, во-первых, мы взаимодействуем очень серьезно с руководителями субъектов, которые расположены на Казанском территориальном управлении, в части проведения профилактических мероприятий. Серьезно взаимодействуем с ГИБДД, проводим совместные рейды, выезжаем непосредственно на переезды, для того, чтобы информировать водителей с раздачей памяток, информационного материала в разном формате. Встречаемся с водителями транспортных средств на больших предприятиях, в первую очередь там, где имеются автобусы и там, где автобусное движение связано с проездом железнодорожных переездов. Ну, и непосредственно с водителями, с физическими лицами, кто имеет свой частный автомобиль, для того, чтобы, я уже говорил чуть выше, поднять актуальность вот этой проблемы, именно проезда железнодорожных переездов. А какую поддержку оказывают органы государственной власти и подразделения ГИБДД? Достаточно серьезную поддержку, и мы уже не первый год взаимодействуем с руководством Чувашской республики, с Министерством транспорта Чувашской республики. Мы вышли с инициативой, Министерство транспорта Чувашской республики нас поддержало, оборудовать железнодорожные переезды видеофиксацией, которая непосредственно сразу, картинка уходит в ситуационный центр ГИБДД, для того, чтобы проанализировать, сколько нарушений на переезде, предотвратить те нарушения, которые допускают сегодня водители при проезде железнодорожных переездов. С нашей стороны, мы совместно с ГИБДД проводим два раза в год осмотр переездов, для того, чтобы выявить те недостатки, которые имеются на железнодорожных переездах, не только по железнодорожной инфраструктуре, но и по автомобильной инфраструктуре, то есть те дороги, которые примыкают к железнодорожным переездам, принять меры к непосредственно максимально быстрому устранению тех недостатков, которые имеются на железнодорожных переездах и на автодорогах, которые примыкают к железнодорожным переездам. Какая ситуация по ДТП на территории Чувашской республики? Какова, на Ваш взгляд, тенденция? Я уже чуть выше сказал, что за текущий год было допущено два дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. В прошлом году за этот период было три ДТП. Есть небольшая тенденция к снижению, но наша задача и наша цель, чтобы вообще исключить ДТП на железнодорожных переездах. Поэтому мы эту работу сейчас и проводим все вместе с руководством республики, с ГИБДД республики, мы как железнодорожники. И вот буквально в среду прошла серьезнейшая акция, были охвачены практически все железнодорожные переезды, с водителями транспортных средств были проведены беседы, был, еще раз повторюсь, раздаточный материал, который, памятки проезда железнодорожных переездов, к чему может привести нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Мы получили неплохую обратную связь, значит, от водителей транспортных средств. Конечно, всех охватить это, ну, наверное, просто невозможно, но тем не менее, они все между собой как-то общаются, и кто-то не попал, допустим, в поле нашего зрения в среду. Есть друзья, коллеги расскажут друг другу ту ситуацию, которая в целом складывается при проезде железнодорожных переездов. Мы хотим максимально, как бы, охватить вот этот водительский состав для того, чтобы поднять уровень и качество вождения непосредственно водителями. Ну, и, конечно, на железнодорожных переездах в первую очередь. А вот по чьей вине чаще всего происходит ДТП на переездах? Чаще, можно сказать, не чаще, а все ДТП, которые были допущены на сети железных дорог, они допущены по вине водителей, по вине водителей транспортных средств. С чем это связано? Это пренебрежение к правилам дорожного движения, это выезд на красный свет, светофора, который горит. Вот, это спешка, это желание проскочить перед поездом, чтобы не ждать, не стоять, когда этот поезд пройдет. Не так много времени, в принципе, занимает проход поезда по железнодорожному переезду. Но, тем не менее, это основной фактор того, из-за чего происходит ДТП. Ответственность за подобные правонарушения очень серьезная. Что ждет водителя за несоблюдение правил движения через железнодорожные переезды? Ну, во-первых, это, конечно, штраф. Если это нарушение будет зафиксировано сотрудниками ГИБДД, я говорил о видеофиксации, которая нам серьезно помогает фиксировать правила проезда. Были ли нарушения правил проезда железнодорожных переездов? У нас по Чувашской республике, в частности, уже три переезда оборудованы системой видеофиксации. Мы, конечно, добиваемся, мы, я имею в виду, железнодорожники в органах власти добиваемся более серьезного наказания водителей, вплоть до лишения, значит, прав управления транспортным средством, ну, чтобы как-то еще больше стимулировать водителей не нарушать. Касаемо технического состояния самих поездов, насколько они сейчас соответствуют правилам безопасности? Ну, железнодорожный транспорт – это самый безопасный транспорт. Наши поезда полностью соответствуют всем техническим требованиям, как грузовые, ну, в первую очередь, наверное, интересуют нас пассажирские. Мы вводим новый подвижной состав на сегодняшний день. Это двухэтажные вагоны, которые по последнему слову техники сделаны, по последним всем требованиям, где учтены и условия доступной среды для пассажиров-инвалидов. Поэтому к техническому состоянию подвижного состава здесь у нас практически вопросов нет. Весь подвижной состав сертифицирован, который используется на железных дорогах. Как Вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы количество ДТП сократилось? Ну, вот те меры, которые я уже назвал, они, безусловно, дают серьезный толчок в снижении, значит, ДТП. Но, в первую очередь, надо начинать, наверное, прививать культуру вождения. И начинать это нужно делать с тех автошкол, где обучают на право вождения, где учат на права водительские. Оттуда нужно начинать заострять вот эту тему правил проезда железнодорожных переездов. Наверное, ну и не просто с автошкол, а в целом проводить вот эти профилактические мероприятия, которые мы безустанно, так скажем, в течение всего периода календарного года. И помимо как-то там отдельных вот этих акций, о которых мы сейчас говорим, мы занимаемся этой работой системно. Ну и, конечно, взаимодействие с руководителями субъектов, с ГИБДД, это очень серьезная поддержка для того, чтобы навести порядок в этом вопросе. Ну что ж, Александр Павлович, спасибо большое за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с заместителем начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александром Черемновым. До свидания.